Проект Сэндичати, США, отсутствие наличности должно стать новой нормой Вильям Хабьютер Проект Сэндичати, США 27 февраля 2020 года Нью-Йорк, в декабре 2019 года Центральный банк Швеции отказался от политики отрицательных процентных ставок, которые он придерживался в течение почти пяти лет Ставка Рексбанка, по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, достигшие минимума в минус 0,5% в феврале 2016 года, к январю выросло до 0% Последнее повышение ставок происходит несмотря на признаки замедления шведской экономики, при инфляции ниже целевого уровня По словам управляющего Рексбанка Стефана Ингвеса, в случае циклического спада стимулы должны основываться на государственных расходах и покупке активов Центральным банкам, с учетом ограниченной эффективности отрицательных процентных ставок На самом деле существуют нижние границы для ставки политики, утверждает Ингвес Трудно представить, скажем, уход в минус до 5%, позволю себе не согласиться Вполне возможно, что в условиях низких процентных ставок антициклическая фискальная политика может сыграть более заметную роль в управлении бизнес-циклом, не создавая проблем с устойчивостью по долгу Даже с учетом этого отрицательные процентные ставки не имели шансов по-настоящему проявить себя Во всем мире центральные банки и лица, определяющие экономическую политику, не хотят устранять, или, по крайней мере, существенно снижать, эффективную нижнюю границу, ЭЛП, номинальных процентных ставок, порожденную существованием наличных денег или валюты Будучи финансовым инструментом с нулевой номинальной процентной ставкой, наличность устанавливает нижний предел для других финансовых инструментов, для которых в принципе номинальные процентные ставки могут свободно меняться В связи с маркетинговыми затратами на валюту, стоимость ее хранения, страховки и т.д. ЭЛП, вероятно, составляет около минус 75 базисного пункта Именно таков уровень рекомендуемых ставок в Дании и Швейцарии Безусловно, в недавней убедительной статье Маркуса Кабру Нермайера Янна Каби из Принстонского университета утверждается, что может существовать процентная ставка, при которой адаптивная денежно-кредитная политика становится, напротив, сдерживающим фактором для банковского кредитования По мнению авторов, уровень, при котором это происходит, определяется четырьмя факторами, авары банков с фиксированным доходом Строгость ограничений для капитала Степень перехода на депозитные ставки и Начальная капитализация банков Я не спорю с аргументами и авторов, но хотел бы указать, что степень перехода на депозитные ставки ограничена наличием ЭЛП по номинальным процентным ставкам Таким образом, вопрос заключается в том, будет ли степень перехода к депозитным ставкам, и другим ставкам, выплачиваемым банковским кредиторам, по-прежнему ниже при отрицательных процентных ставках, чем при положительных, если ЭЛП будет устранен путем отмены наличной валюты или значительно снижен за счет упразднения всех банкнот большого номинала Да, у фирмы домохозяйств, которые выросли в экономической среде с положительными номинальными процентными ставками, могут возникнуть проблемы с расчетом реальной, скорректированной на инфляцию, процентной ставки, связанной с отрицательной номинальной процентной ставкой Но это затруднение будет только временной Нейтральные реальные ставки уже находятся на нулевом уровне или в минусе в большинстве стран с развитой экономикой и, вероятно, останутся там на годы, если не на десятилетия вперед Поскольку в этих экономиках по-прежнему регистрируется инфляция ниже целевого уровня, подразумевается, что отрицательные номинальные процентные ставки станут новой нормой, и что иллюзия инфляции или иллюзия номинальных процентных ставок уйдет в прошлое Нет оснований предполагать, что такие когнитивные искажения будут длиться вечно Есть три способа устранения ИЛП Первый – ввести плавающий обменный курс между валютой и депозитами в Центральном банке То же самое для депозитов в коммерческих банках и других частных инструментов Начисление минус 5% ставки по депозитам при одновременном повышении стоимости депозитов по отношению к валютным активам по ставке 5% исключит любые возможности для произвола Второй способ избавиться от ИЛП – обложить наличность налогом Но я бы предпочел третий вариант – отменить наличность и заменить ее цифровой валютой Центрального банка, с возможным переходным периодом, в течение которого можно было бы сохранять в обращении купюры малого достоинства для удовлетворения нужд тех, кто сейчас не имеет доступа к цифровым технологиям и финансовым инструментам В случае шведцы отмены наличных не станет заметным событием Стоимость шведских банкнот в обращении на конец 2019 года составляла всего 60,38 миллиардов шведских крон, 6,2 миллиарда долларов, или 1,26% ВВП Из этой суммы 44,85 миллиарда шведских крон приходилось на две крупнейшие купюры – банкноты в 500 и 1000 шведских крон, сродни американским банкнотам в 50 и 100 долларов США Соответственно, что свидетельствует о том, что они вряд ли будут использоваться в небольших розничных сделках между технологически отсталыми сторонами Для сравнения, в Соединенных Штатах наличные деньги в обращении на конец 2018 года составляли 1,67 триллиона долларов, около 8% ВВП, из которых 80% приходилось на 100-долларовые банкноты В еврозоне этот показатель за тот же год составил 1,23 триллиона евро, 1,33 триллиона долларов, или 9% ВВП, из которых 48% были в деноминации 100 евро или более Очевидно, что переход на цифру будет для США и большей части еврозоны не таким легким, как для Швеции, но даже там осуществить его более чем реально Наконец, отмена наличной валюты имеет еще одно преимущество – устранение способов оплаты и хранения средств, предпочтительных для тех, кто уклоняется от налогов, занимается отмыванием денег, для наркокартелей, торговцев людьми и других преступников Я, конечно, сожалею о том, что лишил либертарианское сообщество финансового инструмента на предъявителя, анонимность которого обеспечивает защиту от государства угнетателя, а возможно, и грабителя Но те, кто стремится к анонимности, всегда могут выбрать биткоин Остальные должны быть готовы к тому, что во время следующей глубокой рецессии процентные ставки могут опуститься до минус 5% Вильям Хаббьютер, бывший главный экономист Четти Грауп, является приглашенным профессором Колумбийского университета Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ